здравствуйте друзья в эфире дачные советы наконец-то выдался солнечный денек и мы можем продолжать работы в саду ну во первых надо убрать остатки овощей на грядках а что у нас осталось белокочанная капуста средний спелый поздний спелые сорта это вот красавица килограммов под 10 весом это всем известный сорт слава вкуснее его конечно нет особенно хорош свежих салатах на квашни да и в борщах тоже единственный недостаток хранится только до нового года надо выбрать вот такой денек чтобы не было дождя срезать просушить присыпать залой или мелом и отправить на хранение погреб подвесив за кочерыжку попарно но так чтобы не соприкасались друг с другом вы видите какие чистые листья у капусты на этой грядке потому что все лето сидела эта капуста под спонбондом номер 17 поэтому никто ее не погрыз она чистоконько так и на слизни мы нашли управу подсыпала я сюда им мульчу из крапивы а наш колючий когда высохнет поэтому все такое чистое поэтому такие вилочки хранится будут хорошо вот сильно не раздевайте кроющий лист оставляйте если будете хранить эту капусту ну вот алексей часто паром будем рубить потому что огромные причины выросли в этом году всех капуста очень хороший средне-поздние сорта подарок эти подольше полежат по плотнее качанчики тоже килограммов по 6 и тоже держать дольше на грядке нет смысла потому что начались слабые заморозки ночью капуста будет плохо хранится если она подмерзнет к сожалению приходится уже убирать дачу к сожалению хватит он какие накачались больше туши не надо и так слишком крупный мороки немного и вообще следующем году перейду на более мелкие вернусь колобку самые вкусные все равно колобок из поднеспелых и лежит долго и маленькие взяли в раз израсходовали хотя бы на две недели на борщи хватит его а это вот ну куда девать зарежешь и мегатон там вообще вес 15 килограммов среднеспелый сорт который мы едим начиная с июля месяца потому что его отличие этой капусты в том состоит что моментально завязывал вилки и можно было в отличие от других раннеспелых сортов которые варишь и в щахах не найдешь кисель превращаются а вот этот вот гибрид мегатон можно было уже в июле при головках два килограмма употреблять на первые и вторые блюда имейте это ввиду на следующий год можете раннеспелые сорта не закупать а сразу вот этот мегатон посадите будете есть его с июля по октябрь да еще и полежит говорят селекционеры голландские что он и лежит хорошо проверим я его первый год выращиваю так позднеспелые гибриды валентина убираем эти будут храниться до нового урожая вот сильно позднеспелые сорта не раздевайте лучше будут храниться и вот видите чего у них тут трещины вот есть да вот отсюда начинают гнить обязательно вот эту часть присыпайте золой долго продержали дождей много он как треснула валентина и а есть ее сейчас нельзя до нового года она горькая как хина она должна вылежаться есть и может только после нового года а на этой грядке кормилицы мы за прошедший сезон сняли два урожая сначала раннеспелый картофель помните вместе с вами собирали в конце июля а затем тут же была здесь посажена рассада брюквы и репы вот они теперь выросли их пора убирать пока не стукнули сильные морозы обсушим можно и помыть и хранятся также хорошо как и свекла бесценный диетический продукт крахмала нет можно и диабетиком есть и нужно есть и особенно брюкву надо кушать всем детям единственный овощ который течение зимы сохраняет витамин c не теряет также как и лук-порей кстати и при тепловой обработке не теряет питательных веществ и витаминов уникальный овощ брюква и репка хороша тоже бесценный диетический продукт до морозов нужно успеть убрать еще один корнеплод корневой сельдерей который в этом году опять как и в прошлом вырос совершенно никудышный но граммов на сколько 350 400 не больше в корнеплодах мало у меня сюда были крупные хорошие но никак они на ширяевской земле расти не хотят опять на них желтуха напала вирус видите лист желтый корнеплод твердый маленьких размеров выпад большой хороших корнеплодов собрать удастся но если только ведро с ведро не больше жаль бесценный продукт лечебный продукт и речку маргелландскую пора убирать не ждите заморозков лучше будет храниться размеры уже очень хороший крупнее не нужны более крупные становятся невкусные а это самые сочные будут убрали корнеплоды с грядок и теперь разносим органику жигулевские удобрения сколько вносим на квадратный метр но поскольку они эффективнее перегноя 5 раз то в 45 раз меньше и вносим вот слоем в 1-2 сантиметра по поверхности почвы даже без перекопки все равно весной буду перекапывать сейчас я не копаю огород зачем нарушать ходы дождевых червей пусть себе живут свои норки затягивают органику листики соломинки все абсолютно зачем мы сейчас бередить весной можно перекопать почву копают по два раза за год а какой урон плодородию наносит эрозия почвы происходит из-за этого копают безграмотно с переворотом пласта перемешивают нижние и верхние слои уничтожая бактерии живущих и верхнем почве и в нижней части почвы разнесла жигулевское удобрение а сверху теперь крошим все листья из квад капусты и репы брюквы и все сюда сверху и вот получается вот такая грядочка вот где идет пир сапрофитов микробов которые готовят из этой органики перегной и дождевых червей которые окончательно завершают эту великую работу и получается тогда на выходе из желудков червяков что удобрение биогумус внимание дачников появилась новинка жигулевские удобрения на основе органики телефон жигулевский два ноль пять пятьдесят два ноль пять пятьдесят здравствуйте дорогие друзья продолжаем осенние работы в саду и я снова приглашаю вас на свой участок гости вот этот ракари закладывали два года назад я вижу что уже все разрастается сильно хотя я посадила самые медленно растущие хвойные и кустарники здесь значит сосна горная сосны горные пока маленькие я их трогать не буду барбарисы немного разрослись я сейчас их буду удалять как в прошлый раз показывала стригаем пониже чтобы форма сохранялась иначе барбариса разрастется и будет огромным кустарником а наша задача сохранить вертикальную форму это барбариса сейчас может это не очень красиво смотрится зато в следующем году будет красота все больше не стрижем однолетние цветы я смотрю вербена до сих пор цветет конечно не будем убирать вот эта пихта смотрите очень красивая уже две зимы перезимовали все хвойные растения я просто отрежу макушку мне не нужно здесь высокое растение вот а эти места если широкие надо будет обязательно садовым варом замазать чтобы растение не болели видите все радуются когда деревья быстро растут а я радуюсь что в этой композиции они растут медленно посмотрите какая инверса стала великолепная красавица вот чем она мне нравится вот с этой своей формой вот она не спадает и представьте через года два-три вот это все будет лежать на камне красивая неправильной формы но очень интересное растение а этот барбарис не будем высоко давайте разрастаться пусть это будет низкий кустарник все тоже убрали немного конечно сухостой весь вырезаем чтобы не портил внешний вид кустарников ведь эти кустарники разрастутся и будут огромными а в композиции в ракаре мне это не нужно это убираем дальше это пихта сельберлок красивая пихта но пока высота этой пихта меня устраивает а что же происходит посмотрите с голубой елью конечно вырастет большое дерево я могу приостановить рост сейчас я вижу три макушки пошли буду формировать весной не буду сейчас трогать зиму два уберем оставим только одну макушку и естественно можем стричь и держать форму именно той высоты которая нужна пусть будет годовой прирост там 5 сантиметров 10 это небольшой прирост вот основное дерево какое это сосна росла на этой территории хотя я стараюсь его формировать вырастет на пару метров я обязательно макушку постригу пусть будет красивое дерево значит здесь вот это тоже инверса вот здесь вот сухую ветку я уберу меня секатор хороший храповый механизм секатора позволяет отрезать толстые ветки вот раз отпустили два все вот так вот хороший инструмент он всегда помогает ухаживать за садом а это посмотрите пиццепунгенс глаукоглобозы такой подушковидной формы ель голубая но пока размер этой ели меня устраивает пусть растет себе не будем трогать выбирая растение создавая любую композицию обязательно выберите по цветовой гамме посмотрите голубые зеленые золотистые кустарники золотистые сосны и разная форма этих хвойных растений шаровидная форма на штамбе подушковидная стелющаяся форма или вертикальная форма используйте еще камни и гальку получается красивой композиции который меняется в течение всего года а еще досадили просто однолетние цветы и каждый год цветовую гамму композиции можно менять получается очень красиво и самое главное практически нет ухода весной посадили однолетние цветы трава не пробивается автоматический полив и осенью немного потратили на это время формируя какие-то кустарники и хвойные растения все минимум ухода и максимум красоты здесь на участке рулонный газон в течение лета два раза мы кормили весенними удобрениями и осенью в сентябре дали осенние удобрения где содержание калия фтора магния большом количестве если вы не успели скосить можете под зиму сейчас эту работу сделать весной иначе вычесывать будет очень неудобно только на самую высокую ступень поставьте на 7 сантиметров низко ни в коем случае вдруг будет холодно и у вас корневая оголится и газон тогда может плохо перезимовать а мне вот такой красивый газон 12 соток и полный автоматический полив конечно помогает содержать газон в таком хорошем состоянии мы желаем вам красивого здорового и цветущего сада садовый центр веры глуховой предлагает саженцы декоративных растений удобрения средства защиты растений от болезней и вредителей телефон для справок 3310606 3310606 еще одно неотложное дело надо сделать пока стоит хорошая погода это заготовить почва смесь для выращивания рассады вот сколько времени лили дожди что до сих пор я не смогла проехать свои любимые места заросшие крапивой и лопухами чтобы накопать оттуда землю она там самая лучшая крапива показывает где земля хорошая хорошо структурирована его знаете чудо какое мы прям готовый биогум с честное слово только бесплатный а запах какой изумительный так составляем почву смесь берем ведро либо огородной земли если у вас нет таких зарослей крапивы можно взять огородную землю но она конечно не такого хорошего качества много было дождей которые и сильно подкислили поэтому если берете огородную землю пожалуйста положите на каждое ее ведро по спичному коробку доломитки который выравнивает ph можно конечно золы положить но золой будьте осторожней потому что она сильно подщелачивает почву они каждый овощ любят щелочную реакцию капуста да лук да а вот томаты нет они даже слегка кислую любят землю поэтому под такие культуры как томаты перца баклажаны лучше положить немножко доломитовой муки если вы берете землю с огорода особенно если в ней не было органики перегноя навоза который тоже выравнивает ph почвы вот я хочу сказать что с огорода сейчас и страшно свою землю брать там сплошные вирусы и зараза а вот у дикарей у растений нет поражение вирусами они более устойчивы них иммунитет хороший поэтому лучше съездить и запастись вот такую землю не берите землю из леса самое бедное по питательному составу это земля взяты из-под деревьев там же годами они эти корневых выделения ядовитые деревья и спускают для того чтобы ничего рядом не росло и даже травы а вы это несете выращивать рассаду беру торф мой любимый вело торф а его безукоризмном качестве рассказал мне главный агроном комбината тепличный стратив олег анатольевич дай бог ему здоровья в этом комбинате только на нем все и выращивают потому что действительно хороший состав у этого торфа пока что производители работают без обмана тут есть разрыхлитель но нам этого маловато разрыхлителя будет поскольку мы взяли целое ведро огородной земли то добавим сюда вермикулита мешаем снова каждый раз добавляете что-то и мешаете то что надо же посмотреть хватит разрыхлителя или нет если вы живете в деревне у вас нет этого вермикулита можно речной песок использовать но только речной и карьерный который наоборот уплотняет почву потому что много глины состав филоторфа уже включены азот фосфор калии микроэлементы но тем не менее мы взяли огородную еще землю и фосфор обязательно надо добавлять в любом случае потому что как только у вас появятся семидольные листики у рассады сразу юные растения требуют повышенных доз фосфора для того чтобы росла хорошо корневая система поэтому немножко фосфора сюда еще надо ввести берем суперфосфат особенно для таких культур как томаты которые вообще относятся к фосфору любом и в нашу столовую ложку вот на это количество достаточно больше не надо поскольку в велоторфе тоже уже был суперфосфат внесен опять смешаем если вы составляете почву для калия любов таких как огурцы капуста перцы то вместо суперфосфата вы должны столько же положить горсточку сульфата калия поняли чем разница каждом мешке своя почвосмесь учитывая вкусовые пристрастия растений о которых я подробно рассказываю журнале дачные советы читайте их там обо всем этом написано подробно так ну вот теперь на такую вкуснятину положить то что ж нас одна минералка то и что самое вкусное это вкусная органика не должна обжигать корней растений для юной рассады это очень важно вот это удобрение биогумус переложить невозможно она абсолютно уже готовая ведь это же экскременты дождевых червей и микробов то что в природе приготовила уже господь для питания растений быстро усваивается моментально усваивается растение по скорости усвоение биогумус равен минералки только минералка губит полезно микрофлору а биогумус способствует ее развитию сколько положим биогумуса но знаете для того чтобы не жаровала наша рассада тоже за этим надо следить лучше потом подкормим биогумусом в процессе еще выращивание рассада будем настое из него делать и поливать регулярно поэтому литра полтора то положите на это на все и снова помешаем вот за этой почвой надо будет ухаживать она у нас будет заряд теперь в теплом месте 4 месяца это лучший вариант почва созреть за 4 месяца мало того я ее несколько раз обеззаражу буду за ней ухаживать поливать ее теплой водой в которой добавлю восток м1 виду микробов которые будут ее обеззараживать следите чтобы вот этот почву смесь всегда была у вас нормальной влажности и много не надо переливать но и не давать пересыхать этому всему добру всыпаем почве смесь готовый черный мешок не прозрачный он должен быть чтобы не гибли микробы от света и ставим в теплое место на созревание почвы и теперь еще хочу ответить на вопрос начинающей дачницы татьяны черемшановой которая говорит а разве нельзя рассаду сеять в готовые торфы смеси вот такие вот торфогрунты ведь написано что они готовы к употреблению и выращивать рассаду на них можно татьяна только здесь есть небольшой подвох который вы должны учесть если вы рассаду будете выращивать полностью вот на таких искусственных торфогрунтах а потом пересадите сразу свою огородную землю это для растений страшный стресс вот на таких растениях и ничего не получается богатых урожаев будут осыпаться завязи и цветки как быть тогда в этом случае если вы выращиваете рассаду вот на таких торфогрунтах без применения своей огородной земли то когда вы будете делать лунки для пересадки растений в открытый грунт или в теплицу вот в эту лунку тоже подсыпайте по литровой банке вот этого торфа того же на котором вы выращивали рассаду а не другой марки мешайте землей пополам также и туда высаживайте свою рассаду что получается сначала росла в торфогрунте потом попала в смесь в лунки земли с этим же торфогрунтом постепенно привыкают корни к новому питанию к новой среде обитания а потом уже корни взрослого растения пойдут дальше в вашу огородную землю в этом случае сброса цветов и завязей не будет компания из парка магазин и коробейник предлагает средства от грузунов приманки клеи утрозвуковые отпугиватели чудо лопаты и рыхлители ассортименте теплицы более 15 видов осуществляем доставку сборку теплиц осенние удобрения и разрыхлители почвы укрытия и сетки для защиты растений зимой от морозов и грузунов биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам можно заказать по телефонам самаре 972 70 95 и 925 84 33 тольятти 6790 94 здравствуйте друзья до посевной 14 года осталось ровно четыре месяца и за это время вы должны выбрать для себя такие сорта и гибриды которые бы вас порадовали и хорошим урожаем и хорошим вкусом когда вы заходите в любой магазин перед вами огромный ассортимент семян и вы сразу теряетесь и забываете а что конкретно нужно вам поэтому сейчас я хочу дать вам несколько практических советов по выбору семян допустим у вас есть теплицы и надо подобрать томаты для нее значит вы должны остановить свой выбор прежде всего на индотерминатных томатах то есть высокоростных которые плодоносят до заморозков для салатов и покушать надо выращивать сорта так как они вкуснее гибридов крупноплодные мясистые всеми любимые томаты бычье сердце и дикая роза обращаю внимание датчиков если у вас есть проблемы с вирусами на огороде то томат дикая роза устойчив к этой болезни из крупноплодных сладких сортов томатов и кетчуп и саджик и получаются вкуснее поэтому и розовый гигант и медвежья лапа будет не только приятно поесть мы на переработках можно пустить если будут излишки хотя очень жаль уж больно нехороши в каждой теплице надо посадить несколько кустов томатов для консервирования и здесь конечно всем известно что трюфели и груши это лучший вариант именно для целеноплодного консервирования хотя лично я обожаю их за отличный вкус особенно хорошо они в салатах есть у нас много для теплиц индотерминантных гибридов и хотя они проигрывают сортам по вкусовым качествам но урожайность у них выше предлагаю остановить свой выбор на таких гибридах как толстой и тесте второй сезон подряд они доказывают что умеют противостоять даже вирусным заболеваниям возможно из-за того что семена обработаны плазмой а возможно и потому что кроме этого они обработаны фунгицидом тирам обращаю ваше внимание вот на эту красную надпись на обратной стороне пакета если в вашем огороде бушуют вирусы и вы в этом году остались без урожая покупайте семена обработанные тирамом если вы начинающий тепличник то выбирайте для выращивания именно гибриды но такие которые способны завязывать плоды и в холод и в жару есть в нашем ассортименте и такие неприхотливые это примадонна с очень большой урожайностью в 18 килограмм с квадратного метра и томат перун если у вас теплицы нет то к выбору сорта или гибрида надо подходить еще более скрупулезно связи со вспышкой вирусных заболеваний стал буром и стриком который в этом году оставили многих датчиков вообще без урожая хотя урожай вроде бы и был но плоды были несъедобные твердые как деревяшки поэтому выбирайте сорта и гибриды устойчивы к вирусным заболеваниям о чем говорится на обратной стороне пакеты вот например крупноплодный высокоурожайные гибриды розовое чудо и настена читаем на обратной стороне пакета настена устойчива к фитофторозу альтернариозу и втм расшифровываю вирусу табачной мозаики урожайность у обоих томатов фантастическая до 18 19 килограммов с квадратного метра гибриды кокоду и иваныч тоже устойчивы комплексу заболеваний и высокоурожайны томаты каспар и фитоус хороши для консервирования и устойчивы к болезням они предназначены для выращивания в открытом грунте такие сорта как славянин и иван купала специально созданы для теленоплодного консервирования хотя они мне и в салатах очень понравились и еще об одном приятном открытии хочу вам рассказать в этом году я посеяла ради интереса томаты балконное чудо и думала пусть растут ради красоты и экзотики но каково было мое удивление когда я получила с них вполне приличный урожай очень сладких нежных и довольно крупных плодов но более всего удивило то что многие томаты болели и чахли а балконное чудо словно и не замечала ни болезни не вредителей так что не пренебрегайте этими малышками недаром они говорят мал золотник да дорог а а я сейчас буду сеять подзиму на грядке в своем огороде сибирские сорта томатов северная малютка и акварель подходит для подзимного посева холодостойки сорта данка и спиридон наши покупатели оставили в книге отзывов положительные результаты подзимних посевов гибрида иришка и дачник интересно то что томаты подзимнего посева не болеют наверное благодаря закалке на этом я с вами прощаюсь и желаю вам здоровья центр сияния предлагает японский препарат hb 101 для успешной перезимовки растений садово-огородный инвентарь краску для побелки деревьев телефон для справок 9 545 165 я вернулся от ларисы игорь на малайны с полными руками цветов продолжаю подзимние посевы почему я их делаю осенью а потому что мне нужно освободить время для того чтобы вынечить рассаду весной раз во-вторых мне нужно освободить место на подоконниках и не выращивать там рассаду цветов потому что там все будет что дано овощам это два и вот такие цветы например как астра посеянный подзиму получаются намного более качественными чем обычный весенний посев у них очень мощные стебли у них хорошие мощные цветоносы и цветы на таких мощных цветоносах не паникают к земле не тычутся мордочкой в землю всегда чистые аккуратны и меньше болеют вот попробуйте посадите хоть раз астры осенью и вы убедитесь что это наилучший вариант их выращивания ну вот на сегодня все до встречи через неделю на канале губерния будьте здоровы а